О, о, смотри, пошла, пошла. Рука болит, сказали, всё нормально, завтра отвалится. Жду пока отвалится. Серьёзно, серьёзно. Вчера ходил тоже в магазин, купил там хлеба, купил там ещё что-то купил. Всё потерял, всё, не дошёл до дома, как вот упал где-то так, сумка куда-то укатилась. А Ванька говорил, что потом видел, там свиньи что-то жрали. Комбасы купил, да, вот комбасы жрали. Серьёзно, серьёзно. Ну ты, короче, нормалец. Да, молодец. Ой, ну убери ты, как ты. Да нафига она мне нужна? Надоели. На себя посмотри. Куда идёшь? Куда идёшь? Сырость предрассветная, глушь ветхозаветная, Каждый день случается новый эпизод. За калиткой ржавою поступил державною, Пьянь сосед безжалостно портит горизонт. Так нельзя На зубах скрипит земля, Комары догнусь, так что же я Не уеду никуда, Что ли я здесь навсегда? Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра- Петит моя Родина, путник, как ревять. Ямами и доколочками, водочкой, грибочками, Парамбайки с прорубью катая в сласть. Так нельзя, жизнь проходит просто зря. Ай, собак, всю ночь, да только я Все, не еду никуда. С головою, что ли, беда. В небе крест из облако, скажу мне с дураком, Пленительно красиво заплетают ивы силуэт моста. В деревне жизнь проста, течет неторопливо. А когда подернется сизыми туманами, Даль росою пьяная всех накроет лень. Завершим соседом мы важною беседою. У костра под яблонькой трудный божий день. Так нельзя, пишут Родине друзья. Мол, пить-то, вкалывать-то только я. Все, не еду к ним туда. Да просто я здесь навсегда. «Ай, ла-ла-ла-ла-ла» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И столько всяких мыслей лезет в голову Даже сейчас вот то, что я вам расскажу После записи я все равно еще буду ходить и полдня думать О том, что я это не сказала или я это не сказала Ну мы попробуем Ну когда мне задают этот вопрос, почему мы переехали Я все время хочу в ответ задать другой вопрос А почему нет? Что человека, вот что такого есть в городе Что может вас там держать привязанным и не отпускать? Ну что, работа? Да ни одна работа не стоит того, чтобы жизнь свою там гробить Что пробки, магазины, что, какая вещь? Реклама вечная, телевизор Что там такого есть? Что вам так в жизни необходимо? Вот Сто процентно сейчас я стою, смотрю на ромашку Я, кстати, долго думала на каком бы фоне мне снять этот диалог Потому что как-то нужен какой-то такой фон соответствующий Пришла вот к корове Вот стопроцентно сейчас я стою, смотрю на свою корову Рассуждаю, думаю о своих мыслях А в этот момент вы, скорее всего, где-то стоите в пробке Или в магазине Или смотрите рекламу по телевизору То есть сейчас я принесла Вот за это время, пока вы все это как бы бесполезно абсолютно делаете Я принесла коровке сено Я погладила кошку Да, я вот с ней разговариваю Вот, да, почесать можно Иди почешу Иди, ромаш Ромаша Иди почешу Ну иди, иди Иди почешу Да нет у меня морковки Еще рано морковку есть Вот Ну, наверное Даже я не знаю, как упорядочить все свои мысли Наверное, просто я устала от людей Вот действительно Вот я не знаю, наверное, рано или поздно мы к этому Все об этом думаем, что Очень много людей вокруг Нет личного пространства Нету возможности каких-то Самореализации, что ли Нет времени чем-то заняться Потому что все наше время съедают люди, живущие вокруг нас Их там в городе настолько много, что от них я просто устала Это постоянные очереди Это постоянные пробки Я когда ехала на работу, один раз в пробке простояла аж 8 часов На работу так и не доехала, пришлось развернуться И приехала домой в ночи, так и не побывав на работе Что там такого держит в городе человека Что? Вот смотрите Помимо того, что я устала от людей, я устала очень от соседей Очень устала от соседей У нас мы жили на 9 этаже Ну, мы в Москве жили На 9 этаже У нас на 8 этаже жили под нами дед с бабкой Ну, видимо Я человек очень как бы миролюбивый Абсолютно не конфликт У меня много друзей Но люди, жившие под нами Это просто, ну, невозможно Они жаловались на нас Жаловались на нас С периодичностью Ну, наверное, два раза в неделю Они писали заявление в милицию О том, что мы шумим О том, что мы ходим О том, что мы какие-то у себя проводим там, не знаю Тусовки Хотя у меня двое детей И тусовки мы в доме у себя практически, ну, нет возможности Именно из-за того, что маленькое пространство квартиры И эти люди считали, что вот они живут на 8-м и на 9-м А над нами там до 17-го этажа еще квартира есть Но слышат, они считали, что только нас Причем часто бывало такое Что мы, например, ну, наезжали куда-то, допустим, на 2-3 недели Нам звонил участковый и говорил Мы уже даже на этой почве подружились с участковыми Он говорил, что вот вчера Пожалуй, на вас соседи жаловались, что у вас была гулянка А у нас даже в доме, дома никого нет Вот, ну, видимо, там Может быть, у женщины не с головой было У меня все в порядке Потому что это было какими-то наплывами Они сначала на нас жаловались Потом проходил месяц Видимо, ну, ее не было Видимо, может быть, она где-то лечилась Потом она приходила, просила прощения Проходил месяц и опять было то же самое Вот И настолько я от этого устала От этого Мне так хотелось куда-нибудь сбежать подальше от людей Вот от этих людей, которые За свой кусочек пространства Вот этого личного Вечером тишины Там, не знаю Днем, может быть, там, не знаю Хочется громкую музыку послушать А это невозможно Потому что вокруг тебя всегда люди У тебя соседи везде Сверху, снизу, сбоку Ты ждешь с утра лифт по 20 минут Потому что он занят Он везет этих людей там на работу Или в сады куда-то Это, ну, вот просто Вот этот первый момент Ну, как бы Первый из причин Почему мы решили уехать Вторая из причин Ну, давайте, наверное, начнем Ну, с рекламы, что ли Продолжим, точнее С рекламы У меня высшее образование Именно вот в сфере рекламы И, ну, пиар-технологии То есть я знаю все маркетинги Всякие ходы Всякие, ну, вот Ну, как бы Если вы меня понимаете О чем я говорю И живя в городе Именно на профессиональном Вот этом уровне Я вижу рекламу круглосуточно И именно из-за того Что я знаю, как она действует Я понимаю, как она Впивается мне в мозг Ты идешь в туалет На туалетной бумаге реклама Ты идешь на кухню По телевизору реклама Выйдя на улицу Реклама на каждом сантиметре На земле На счетах На домах На листовках Она везде Это реклама И как я от этого устала И я начала понимать Вот именно Я именно вижу Вот эти все Ну, из-за профессионального образования Именно вижу, как она действует На меня И это вот Ну, я потому что Как бы знаю, как это должно работать И я вижу, что это работает И я понимаю, что Я хочу купить Не то, что я хочу Приходя в магазин Да, не то, что Мне бы хотелось Или было бы для меня лучше А именно то Ну, что я видела в рекламе Там, шампунь, мыло Не знаю, продукты Вот все, что я в рекламе вижу И я начинала это понимать Что я живу не так, как Мне лучше А так, как мне навязывает Вот это вся Весь этот маркетинг И вся эта реклама И самое страшное Что и дети мои Тоже начали Очень сильно поддаваться Этому Как бы Что рекламируют Что рекламируют То и Они хотят У них нет своего мнения У них мнение Только то Которое им навязывает реклама Вот Соответственно, конечно Переедет Ну, просто переезд В сельскую местность Сейчас я вам покажу Кое-что Найдите мне здесь рекламу Хоть одну Где? Нет Прекрасно Тишина Посмотрите Какая красота Сейчас вечер Правда, декабрь, конечно На дворе Через 10 дней Новый год 2016 год будет Через 10 дней Вот Посмотрите Тишина Красота И в этот момент Скорее всего У вас по телевизору Что-то там рекламируют Я телевизор не смотрела Уже, наверное Года полтора Точно Я не включаю телевизор Ну, чисто принципиально Все, что мне интересно Я смотрю Посмотрите, как красиво Все, что мне интересно Я смотрю в интернете Всякие, ну, фильмы Новинки Какие-то, может быть Новости Вот Хотя и новости Тоже особо Не радуют И как-то тут Я зашла Ну, ездили мы в город Зашла я Не помню В какой-то Может, в магазине Работал телевизор Да, наверное И были И я смотрю Там все Те же сериалы Те же какие-то Воронины Бестолковые Какие-то Пошлые шутки Неинтересные Абсолютно Какие-то Ничего Сейчас невозможно Подчеркнуть Из телевизора Какого-то Познавательного Ну, максимум О чем я жалею Что я сейчас Animal Planet Не смотрю Или Discovery Я любила эти каналы Хотя там тоже Реклама хватала Вот То, что касается рекламы Теперь, ну, наверное Про детей Теперь можно поговорить Я не скажу Что мы сюда переехали Из-за детей Это было бы Неправдой В первую очередь Конечно, взрослый человек Делает Как бы это сказать Так, как Он считает нужным Но все равно В первую очередь Ты оцениваешь Как тебе там будет И Отталкиваясь от этого Ты уже считаешь Что и детям будет хорошо Ну, не знаю Насколько Первое время Конечно, наш старший сын Очень возмущался Что он уезжает Здесь Плохой интернет У нас не было электричества Нам с электричеством Только две недели Как вот у нас стало До этого Мы жили вообще без электричества Вот И он, конечно, очень По этому поводу переживал А сейчас Он уже успокоился У него появились Здесь свои новые друзья Новые интересы Он читает книги Он собирает конструктор Он там лепит, рисует Он ходит на всякие Кружки и занятия То есть я вижу Как ребенок меняется Действительно в лучшую сторону Раньше Максимум, что я могла Видеть от своего ребенка Это либо компьютер Либо телевизор Выглянув в окно Во двор Там никого нет Стоят очень дорогущие Вот эти игровые горки Комплексы Но детей нет Все дети Сидят в скайпе Выиграют в эти свои Квадратные головы В этот майнкрафт Или как-то он там назывался Максимум Там одноклассники Контакт Все У них нет живого общения Нет Продолжаем Они сами не развиваются Ну Как бы это объяснить Они Умственно В школе учат То, что им дают Но у них нет своего мнения У них только вот этот Вот этот Навязанный людьми Вот Посторонними людьми Вот это мнение Как стадо баранов Вот прям Они не понимают этого Еще в силу своего возраста Там 10-12 лет Они не понимают Но они хотят быть модными Там У этого Такие штаны за 5 тысяч А у этого кроссовки за 10 тысяч Вот это все Вот Настолько это вот Все навязывается им В ихние вот эти Мозги Что Я понимаю Что вырастив Что человек вырастет Ну Просто потребителем То есть Это то Чего нам сейчас Навязывают С телеэкранов И навязывает общество Навязывает реклама Чтобы ты вырос потребителем Это сделано для того Чтобы ты работал Платил кредиты В бешеных количествах И опять работал Потому что Тебя бы не хватало денег На то Что тебе рекламируют По телевизору И не думал о том Что вообще В стране происходит Что происходит В твоей семье То есть Ну Господи Как бы тебя взять Тоже рука устала Вот Так что Переехав сюда Конечно В общем Я вижу Что ребенок У меня изменился В лучшую сторону По поводу обучения Меня спрашивают иногда Ну я хочу сказать Что сельская школа Ничем не хуже А во многом даже лучше Чем школы Которые в Москве В Москве Вот у нас в школе было Тридцать По-моему Четыре в классе человека Тридцать четыре человека Неужели учитель может Донести до каждого Сюда мы переехали Пошли учиться В обычную сельскую школу Здесь тот же самый дурдом С электронными дневниками И с всяким Вот этой Компьютернизацией Тот же самый дурдом Но человек В классе всего шесть И учитель может Донести до человека До каждого ребенка Он у него Каждого проверит Он с каждого Спросит И понял Он десять раз Объяснит Если кто-то Что-то не понял Неужели это возможно В московской школе Вот у нас школа была Прямо около дома В принципе было удобно Но вход в школу Закрыт И чтобы попасть к учителю Нужно было заранее С ней созваниваться Договариваться Чтоб она пришла Встретила А сейчас она не может А сейчас у нее то Сейчас у нее все И обучаясь Вот три года Мы проучились в Москве Я учителя Ну вот так вот видела Ну может быть раз шесть От силы Все Остальное у нее нет времени И нет возможности К ней прийти Здесь конечно с этим проще Учителю Я могу позвонить в любой момент Их всего Ну народу мало И она Если что-то Какие-то изменения Допустим происходит Она мне звонит Вот Я у нее спрашиваю Там как что Она Я иногда звоню Просто спрашиваю Там как Демьян И она мне все рассказывает У нее есть на это время Потому что она Не занята Вот этой постоянной Городской суетой У нее правда есть время И конечно Я хочу еще добавить к этому Что все Учителя в сельских школах Они вот альтруисты Вот ребята Действительно это альтруисты Там копеечная зарплата Вот копейки Там если учитель в Москве Получает там Ну конкретно я прям Цифры не знаю Но я думаю что около 40 тысяч Они получают учителя Ну может быть там плюс-минус Здесь Ну больше там 15 Она точно не получает Вот И она живет на эти деньги И она еще детей наших На эти деньги учит И она действительно учит У меня ребенок стал писать ровно Он стал интересоваться Какими-то книгами Он стал Сам делать домашние задания Я не проверяю у него уроки Ну вот я в Москве Я сидела около нее Дема ты это сделал А я это не понял Дема а ты вот это выучил Ой а я это не знал Ой а это вдруг не спросит Здесь это невозможно Он действительно сам садится Он делает уроки Причем он делает их быстро и легко Потому что ему донесли Персонально ему донесли В его голову вложили То о чем шла речь на уроке Если там он мог где-то там В окно засмотреться Птичка пролетела Муха там под старатки проползла Все он уже учителя не слышит То здесь он слушает Потому что других вариантов нет И здешнее образование Мне намного больше нравится Да у нас само здание школы старенькое То есть это еще советских времен Там еще такие деревянные полы Там нет каких-то Не знаю Карт вот этих Знаете сделали вот эти карты пропускные Ну прикладываешь к турнике Эту школу проходишь Как в метро блин Как на зоне если честно Вот именно так это вот выглядит Здесь все намного проще Обычная школа ты пришел Там детей учатся немного Порядка 114 человек Вообще везде Во всех Во всей школе И каждый учитель Вот все кто там работает И даже гардеробщица Который там работает Они каждого ребенка знают по имени И каждого родителя знают То есть ты приходишь Даже в школу не входишь А тебе уже говорят Ой там А Демьян там в столовую пошел Или ой там у них сейчас вот Какой-то там дополнительный урок Или он в библиотеке Они знают всех детей Каждого знают И каждого родителя знают Это настолько вот меня поразило Когда мы туда первый раз пришли Вот И скажите мне Чем школа московская лучше-то Чем вот деревенская Вот чем Там та же программа Те же учебники Все то же самое Но отношение другое Абсолютно другое отношение К детям К людям Из-за чего торчать в городе И вот из-за чего Вот Это то что касается детей Ну еще тут конечно Можно много чего Как бы рассказывать И про Труд на свежем воздухе И солнышко И вообще свежий воздух Это хорошо и прекрасно Вот Вот сейчас Смотря на детей Моих знакомых И друзей Которые Заканчивается У меня память в телефоне Пора наверное Как-то Мне столько всего Хочется сказать Я может быть Потом второе видео Сниму Или их смиксирую Потом Чтобы выложить Ну про детей Долго я конечно Говорила Это понятно Про что-то я еще Господи Вот всегда так Вот там 21 век А вы говорите Вот видите Столько мыслей было И хотелось бы это конечно Живую все рассказать И тогда времени бы было больше А тут вот мы Связаны по рукам и ногам Память в телефоне кончается И все Вот Про рекламу Про продукты Я еще хотела сказать Что вы едите Посмотрите люди Просто посмотрите На этикетку Что вы едите Неужели вам Непонятно Что Это Вот эта вся Еда Которая Напичкана просто Да нельзя Там ничего Нет Ненатурального Неужели вам Себя не жалко Неужели вы жить Не хотите Как же это Как же это Донести Я даже не знаю Я хочу жить Хочу долго и счастливо Хочу направленников Своих посмотреть Я понимаю Я понимаю То что я ем То что Как бы Ну Это я и есть Так вот Оно К сожалению Так оно Вот и есть Пейзажи у нас Красота Вечер Сейчас Про животных Я еще хотела Сказать Не знаю Влезет ли Не влезет Сейчас попробую Я всегда Любила животных И хотела быть Ветеринаром Я даже поступала Несколько раз На химию Не сдала Пошла учиться На рекламщика Потому что Рядом с домом Вот И конечно Я сейчас Об этом очень жалею Что я все таки Тогда не поступила Может быть Сейчас если Младшая дочка Подрастет Я пойду еще раз На заочную Очень я хочу Очень люблю животных У меня всегда были Кошки, собаки Хомяки, крысы Аквариумы у меня были У меня даже раньше Был зоомагазин свой Но По Ну Поскольку Всем на лапу Дай Пришлось Зоомагазин Закрыть Вот И у нас Конечно В этом Тяжело Иметь свой бизнес В этом плане Вот Ну и Мы Как бы Ну как это сказать Мы никогда Не были богатыми Людями У меня никогда Не было такого Чтобы я могла сказать Вот я богат Нет такого не было Как мы в Москве Были От зарплаты До зарплаты Так мы в общем-то Живем и сейчас Сейчас у меня муж Подрабатывает на пилораме Я сижу с детьми Дома и хозяйством Занимаюсь Вот Есть план Ну такой На несколько Ближайших пять лет По разведению Кур породных Вот сейчас мы стараемся Это дело воплотить Ну я как-нибудь Сниму ролик Как мы Как бы это все делаем По разведению поросят Чтобы иметь Какой-то дополнительный Заработок Но я хочу сказать Что денег Здесь конечно Не живя В городе Тратится Намного меньше То есть дома Вот в городе Когда вы живете Вы Ну проходя мимо магазина Заскочили То купили Все купили А здесь до магазина У меня Девять километров Я прихожу В магазин За списком Покупаю И больше я туда не хожу Вот Так что ну далеко Вот И много Я стала замечать Что стали проходить Ну что Идут дни Допустим Три-пять А деньги я вообще Не трачу Мне не на что У меня в общем-то Все есть Мы одеты Обуты Попить Поесть у нас Вкусно Все есть Стараемся Переходить На натуральные Продукты Вот Мишка Разравился Стараемся Переходить На натуральные Продукты И как можно Меньше То есть покупать В магазине Самое Необходимо Там